Всем здравствуйте! В нашей студии старший лейтенант полиции, участковый и уполномоченный отдела МВД России по нашему округу Сергей Собянин. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Я расскажу немного нашим зрителям. Сергей участвует в конкурсе «Народная участковая 2021». Но прежде чем мы поговорим о конкурсе, Сергей, немного хотелось бы больше узнать о вас. А как давно вы работаете в полиции? В органах внутренних дел я работаю с 2015 года. Обслуживаю микрорайон Шахтерский, Усово, Родники, поселок СМЗ также. С какими жалобами или просьбами чаще всего обращаются к своему участковому жители вашего участка? С абсолютно разными семейно-бытовые отношениями. То есть когда происходит разлад в семье, муж с женой ругаются, дерутся. На фоне распития спиртных напитков у них также случаются конфликты. Также можно обратиться за помощью в сфере нарушения общественного порядка. Я также могу прийти на помощь, помочь. Вот об этом я хотела подробнее. То, с чем обращаются, это одно, а то, с чем нужно обращаться, это другое. Так вот, что лежит в зоне ответственности участкового? Ко мне можно обратиться с абсолютно различными вопросами. В дальнейшем, если данный вопрос не в моей компетенции, я перенаправляю его в другие органы, которые смогут помочь данному гражданину. В последнее время на телеэкранах появилось очень много сериалов, где главный герой как раз участковый. Вот то, что показывают нам по телевизору и то, как происходит ваша работа. Вот в этом много совпадений? С этим я не соглашусь. Кино есть кино. Там много приукрашено, преувеличено. Но общее, что я могу выделить из вашего вопроса, это то, что участковый общается с людьми, что, как и в фильмах, его много знают, и он много знает. Вы уже 6 лет работаете участковым. Как вам удается создать доверительные отношения с людьми? Доверительные отношения складываются из правды. То есть, если гражданин обратился к сотруднику полиции за помощью, сотрудник полиции обязан довести этот вопрос либо проблему до логического завершения. То есть, если это связано с семейно-бытовыми отношениями, человек, который допустил бытовые нарушения, должен быть привлечен к ответственности. То есть, ты считаешь, что участковый сегодня — это не только официальное лицо? Он должен быть в том числе и другом, и каким-то своим парнем? В этом я с вами абсолютно согласен, поскольку участковый — не только официальное лицо на административном участке, но и лицо, которому можно довериться как другу. Но вернемся к конкурсу. Напомню нашим телезрителям, что Сергей участвует в конкурсе «Народные участковые-2021», первый этап которого уже завершен. То есть, Сергей попал в десятку лучших участковых нашего края. Сегодня стартует второй этап. Сергей, расскажите, как проходил первый? На первый этап меня выдвинули коллеги, которые в дальнейшем проголосовали за меня, и я попал в десятку лучших по Пермскому краю. Голосовали не только ваши коллеги, но и любой житель Пермского края мог отдать свой голос за вашу кандидатуру. Я права? Абсолютно с вами согласен. Любой желающий гражданин может пройти на официальный сайт ГУМВД, где может выбрать любого понравившегося, достойного участкового и отдать ему свой голос. Что ждет победителя второго этапа? Победитель второго этапа будет выдвинуть на всероссийское голосование и будет представлять Пермский край. А чего вы хотите дальше? У вас есть какие-то амбиции, желания? Достичь успеха в своей работе и быть нужным людям. Спасибо, Сергей. Мы обязательно поддержим вашу кандидатуру. Друзья, вы можете проголосовать за Сергея на официальном сайте ГУМВД России по Пермскому краю. Голосование продлится до 16 октября. С вами были Сергей Собянин, старший лейтенант полиции, участковый и полномоченный отдела МВД России по нашему округу и Евгения Пантелеева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!